Много тайн осталось еще неразгаданных, и к разгадкам этих тайн мы с вами возвращаемся сегодня вместе с нашим главным тайноведом России, Вольганом Викторовичем Акуновым. Нет, Акунов, правильно? Так точно, Акунов. Все правильно, да. Все время будет сделать ударение в неправильном месте. Бывает. Вольган Викторович, мы сегодня с вами хотели бы, я, в всяком случае, хотел бы вам задать вопрос, касающийся такого движения, как Катара. Мало о нем что известно, но вот недавно прошел по российским киноэкранам телевизионный фильм, связанный с мистикой расследования каких-то преступлений в 19 веке, замечательными героями. И вот там так все зловеще, и заканчивается почему-то этот недоснятый сериал сцены похищения главной героини, красавицы, безусловно. И похитил ее, как бы вы думали кто, похитил ее вот руководитель Катар. Вы понимаете, и тут же наполняется нутро мистическим каким-то таким страхом. Почему? Потому что так ее и не нашли, и, возможно, Катары где-то рядом с нами. Так кто же такие Катары, и стоит ли нам их бояться в современном мире? Значит так, прежде всего по поводу этого фильма. Если не ошибаюсь, он назывался «Анна и детективы» или что-то в таком случае. Абсолютно точно, да. Вот это очередной, весьма бездарный, на мой взгляд, опус, пытающийся что-то изобразить на тему Российской империи, спецслужб в Российской империи, с массой ляпсусов исторических, этнографических и тому подобного. Он является, на мой взгляд, очень неудачной поделкой, очень неудачной даже по сравнению с такой профанацией темы Катаров и Альбегойцев, как трилогия классика советской фантастики приключенческой Еремея Иудовича Парнова. Он в свое время написал трилогию, которая затрагивала тему Катаров, тамплиеров, мальтийцев и тому подобное. Она называлась «Ларец Марии Медичи» первая часть, вторая часть называлась «Третий глаз Шивы» и третья часть называлась «Мальтийский жезл». Первая и третья часть были экранизированы, первая часть еще в советское время, но там еще куда не шло. Вторая часть вообще, так сказать, не злая, его называли в народе Еремей Занудович. Но это ладно. Что я хочу сказать? Слово «катар», «катарос» по-гречески означает «чистый». То есть, таким образом, это тоже как бы нас отсылает к просветленным, к очищенным, к просвещенным, о чем мы говорили в предыдущих наших передачах. С древних времен, конкретно со времен составления древнеиранского свода религиозных гимнов и предписаний, который известен как «Авеста», а впоследствии там чанием реформатора религиозного иранского «Заратуштры» или, как его называли на Западе по-гречески «Зороастр», «Зардушт», «Зардешт». К нему были добавлены дополнительные части, виды в дат и так далее. Значит, смысл этой религии сводится к тому, так называемой религии маздеизма, или маздеистской веры, которая сложилась еще до возникновения древних персидских и парфянских держав на территории современного Ирана, а именно на территории предшествующей персидской державе Ахменидов, медийской державы. Но медийцы, они располагались на территории современного Азербайджана, это тоже были иранцы, тюрки туда еще не пришли. Вот, значит, что хочу сказать, смысл сводится вкратце, вкратце это очень сложная тема, к тому, что в мире издавна существуют две совершенно противоположные, несмешиваемые и враждебные друг другу силы, а именно это свет, добро и мрак, зло. Поначалу считалось в маздеистских представлениях, что они существовали вечно и вечно будут существовать. И, ну, соответственно, свет, добро, тепло и плодородие, а тьма, мрак, зло, холод и бесплодие. В последствии, когда древние арии стали заниматься земледелием, к сфере добра добавилось еще и земледелие и оседлая жизнь. А к сфере в их представлениях зла добавилась еще и кочевая жизнь и скотоводство, отсутствие оседлости. И, соответственно, где скотоводство в большом количестве, там и жертвоприношение в большом количестве скота. В древней иранской, до зороастрийской религии, когда процветала вера в дэвов, дэвов еще не имевших значения впоследствии в зороастризме сложившегося и унаследованного у него исламом, как злых духов. Дэвы это вообще были боги, да? В Индии, кстати, в индуизме это до сих пор осталось, да? Великий бог, Махадева, да? Великая богиня, дэи. А на четвероастрии потом впоследствии проведено было за раастрийцами разделение между дэвами, злыми духами, демонами, которые требовали себе жертвоприношения животных. И добрыми духами, добрыми божествами, ахурами. В древнеиндийских арийских ведах вместо ахуры – асуры, но там асуры, наоборот, злые божества, а дэвы остались добрыми. Но это отдельная тема. Может быть, когда-нибудь мы будем говорить с вами о различии между религиозными воззрениями тех ариев, которые ушли в Индию и основали там целый ряд арийских государств, и теми ариями, которые пришли на территорию древнего Элама и дали ему название Ариана или Иран, то есть современная иранская награда. Так вот, значит, в древнейших представлениях вот этой дуалистической, то есть двойственной веры, не может быть никакого примирения между тьмой, холодом, бесплодием, кочевой жизнью, скотоводством и светом, теплом, добром, земледелием и отсутствием кровавых жертвоприношений. Со временем, да, во главе сил добра стоит благой бог, Аурамазда, или как его впоследствии стали в среднеперсидском языке называть Орамаст, по-армянски Арамаст, Ормуст у греков, а во главе царства зла Вселенского стоит злой дух, Анхруманию. Да, и надо сказать, что к сфере добра еще относится правда, а к сфере зла относится ложь. Значит, они, близнецы, постоянно борются в мире между собой, границы между ними очень четко проходят, там, где тень от предмета освященного, там уже начинается зло. И они борются в том числе и за человека, то есть от человека зависит, если он будет себя вести добродетельно, говорить правду, не грешить, выражаясь христианским языком, то, да, надо сказать, что на определенном этапе по этим представлениям произошло вторжение мира мрака, мира зла в мир света. И в этом смешении на определенном пространстве царства света и добра с царством тьмы и зла образовался материальный мир современный, в котором живут животные и люди. То есть их оболочка телесная, материя, это преодолевность царства зла, тьмы. Но в ней заключена искра Божия, выражаясь христианскими словами. Вообще, надо сказать, что очень многое из терминологии вот этой древней маздеистской веры, которую словно называют маздеизмом, зороастеизмом, и не точно называют огнепоклонничеством, потому что они, естественно, поклонялись огню, как зримому носителю тепла и света, и разгоняющего силы тьмы, и на алтарях возжигали священный огонь. И поэтому, так сказать, их враги недоброжелательно называли огнепоклонниками, хотя они только символически поклонялись огненниками, как таковому. Так вот, вот эта частица света, душа, грубо говоря, находящаяся в телесной оболочке, в скорлупе, должна выделиться из нее и вернуться в царство света. Чтобы это произошло, человек, пока эта искра света таится в нем, частица царства добра, света, тепла, должен вести себя добродетельно в соответствии с заповедями, данными ему Заратусты. Таким образом, в определенной мере отрицательно проявляется отношение к плотскому материальному миру. В христианстве осталось немало рудиментов этих представлений. Например, известная христианская фраза, что тело – это темница души, явно отсылает нас к вот этим древним зороастрийским дуалистическим представлениям. Почему маздаизм называется? Потому что верховный бог Ахура Мастер. Соответственно, поклоняемся Ахуре Мастер. У него существует целый ряд помощников, выражаясь христианским языком архангелов, так называемый Амеша Спента, бессмертные святые и так далее. Один из них – это Митра. Поначалу это было ойцетворение договора, верности договорам, верности клятвам. Потом ойцетворение воинской присяги и общение ойцетворения прав. Но впоследствии стали Митре поклоняться отдельно под видом солнца. Поначалу считалось, что он око Ахура Мазды, око верховного доброго бога. Но потом постепенно, так сказать, выделилась отдельная вера, митраизм. Очень распространившаяся, в частности, в Парфянском царстве, пришедшем на смену древнеперсидской державе Ахменидов. А потом перешедшие на территорию эллинистических государств после завоевания одно время Ирана, вплоть до Индии, Александром Македонским. И в Римской империи митраизм очень широкое распространение нашел, как воинская религия. В частности, его чуть не сделал государственной религией римский император Аврелиан. И потом эту попытку повторил племянник Константина Великого, первого христианского императора Юлиан. Юлиан – отступник от христианства. Но это отдельная тема. Постепенно представления заросли и ски менялись. Если поначалу считалось, что Ахура Мазда с царством света своим и Агруманию Ариман со своей царством тьмы вечно существовали и будут существовать вечно до конца веков, и от человека только зависит после смерти своей телесной оболочки, перейдет ли он в царство света или нет. То со временем появилось представление о том, что они были не вечны, эти два принципа света и тьмы, добра и зла, а что они родились в незапамятные времена, но все-таки в определенный момент из недр бесконечного времени, Зарван Акарана или Зарван Акарана. А раз они родились на определенном этапе, то по логике они не могут бесконечно существовать, что имеет начало, должно иметь и конец. И родилась целая сатериология зероастрийская. Я очень упрощенно говорю, потому что у нас, в общем-то, тема не зероастризм, а родившаяся из одного из его ответвлений Катары. Но необходимо иметь определенное фундаментальное представление. Так вот, настанет момент, когда явится спаситель, посланный Ахура Мазды, искупитель Сошьянг, который возглавит силы света и добра, уничтожит силы тьмы и зла, уничтожит Ангарманию с его злыми духами. А, кстати, у него там масса всевозможных есть помощников и на земле, всякие вредные насекомые и тому подобное. Так же, как и есть добрые животные, сторонники Ахуры Мазды, например, собака, да, вот она охраняет пастушеские стада, соответственно, она прям держит Саша добра. Существуют и народы Храфстра, то есть мерзость, да, народы неугодные Ахуры Мазды. Это кочевники, которых называли в древнем Иране Тура, да, Туранцы. Тогда еще тюрки не появились на территории Ирана, и эти иранцы, это были, эти Туры, кочевники, это были тоже иранские родственные вот этим осерлым, добродетельным ариям, земледельцам, поклонившимся Ахуры Мазде, но эти кочевники нападали на них, грабили, соответственно, и поклонялись девам. То есть они поклонялись прежним древним богам иранским, принося им в жертву скот. У них его было много, они были кочевники-скотоводы. Впоследствии, когда сложились тюркские государства и тоже вступили в конфликт уже с Асанитским Ираном, с последующим, с так называемым Нооперсидским царством, слово тур, да, вот эти вот древние туры, поклонники девов, это слово иранцы перенесли на тюрок по созвучию. И вот выражение Иран и Туран, весь Иран и весь Туран, он восходит к древним представлениям, когда тюрки еще не появились, еще не ассоциировались. То есть речь идет о борьбе между поклонниками света, в кавычках, добродетельными, оседлыми, земледельческими иранцами, имевшими города, имевшими упорядоченную жизнь, царство, управление, и дикими, с их точки зрения, значит, собратьями, грубо говоря, скифами, да, вот так вот, с центрально-азиатскими. Но тоже иранского происхождения, тоже иранским языком и так далее. Так вот, этот Суашьян уничтожит спаситель с силами света все силы зла, и в том числе вот эти злые народы, не поклоняющиеся хури масти. И в потоках расплавленного металла они сгорят, и воцарится царство света. Значит, представление о том, что материя, земное царство, в общем-то, принадлежит злу, царство зла, привело к возникновению представлений о том, что и государство, конкретно монархия иранская, со всеми своими учреждениями тоже часть зла. И с официальным культом жреческим. Эти жрецы в древнем Иране при доахаменидской поре и при ахаменидах назывались магой, маги. Они были медийского происхождения. Их не надо считать колдунами. Слово маг впоследствии стало обозначать колдуна-кудечник. Это были именно служители культа, осуществлявшие поклонение священному огню в соответствии с заветами суроасты. А в среднеперсидских державе, в сассанидах, они стали называться мобеды. Сразу скажем, что после того, как в середине седьмого века и к началу восьмого века эта сассанидская иранская держава маздеистская была покорена арабами-усульманами и преследена к арабскому халифату, новые исламские властители стали со временем преследовать этих, как их арабы называли, джебров. Джебров от слова, ну, как геур, гебра. Неверный. И они, в конце концов, бежали в Индию и образовали там религиозную общину Парсов. Парсов, собственно, перс. Ну, так сказать, несколько искаженных. И до сих пор центр у них в городе Бомбей. Или Камбай, как они сейчас называются, по-другому, Камбай, что ли, как это называется. Вот. Значит, зарастрийцы есть в небольшом количестве и на территории Ирана тоже, но они там не играют значительной роли. При Шахе, при последних Шахах, при Резепе Хлеви и его сыне, изгнанном исламской революцией, сознательно Шахская власть дистанцировалась по возможности от шиитской исламской традиции и чтобы противостоять сильному шиитскому духовенству, они стали заигрывать с зарастрийским прошлым, поддерживать строительство храмов, подражать во внешнем виде древнеперсийским ахаменистским и сасанитским царям и так далее и тому подобное. Но со временем исламская революция положила этому конец. А на территории Индии они сохранились в виде парсов до сих пор. Так вот, представление о том, что материя это зло, в общем-то порождение Аримана, привело в низших слоях населения древнеиранского государства в эпоху, когда гнет стал усиливаться, представление о том, что и это государство тоже принадлежит дьяволу. В третьем веке в городе Кизбоне или Тосифоне, как его называли греки, или Истахр, как его называли древние персы, в районе теперешнего Багдада. Между Багдадом и развалинами Вавилона. Родился Мани или Манес. создатель новой ветви в начале маздоистийской вот этой вот зороастрийской религии, но потом выделившейся и создавшей синкретическое слияние буддизма. К тому времени буддизм уже существовал, Будда же в пятом веке до Рождества Христова, а Мани жил в третьем веке после Рождества Христова. Зороастрий и и христианства, которое распространилось к тому времени весьма далеко и на территории Ирана. Он учил, что мир лежит во зле, что вся материя зло, что Бог Всевышний, Бог добра, в силу своей благости не мог создать такой скверный мир с такими скверными порядками и становлениями. Значит, этот мир создал не Бог, а низшее падшее божество, как говорили греческие гностики. Это, кстати, под влиянием тоже и греческого гностицизма родилось манихейство. Почему манихейство? Потому что большинство населения Вавилонии, той части иранской державы, где жила и проповедовала мани, говорила на арамейском языке, семитическом языке. То есть, государственный язык был среднеперсидский, пехлевийский, так называемый, а это был арамейский. И они называли мани манихайя, то есть мани жизнь. Хая по-арамейски жизнь, как и на иврите, как и по-еврите. Это стало таким почетным титулом, поэтому стали называть манихей. Греки его называли в своей грицифицированной форме манес. Он плохо кончил, кстати говоря. Он сам утверждал, что он верил в перевоплощение. То есть, грубо говоря, если кто-то жил правильно, соответственно, частица света, из него уйдет царство света. Он больше не будет воплощаться в грязном телесном облике. Если кто-то жил недостаточно правильно, то соответственно перевоплощение будет перевоплощаться в другие существа. Или же он добровольно, то есть, он очень праведен и сострадательным людям, он может добровольно отказаться от ухода в царство света и вселиться в виде своей огненной искры частицы света в тело однако же праведного человека, чтобы продолжать свою миссию. Как видим, это очень похоже на буддийское учение о бодисаттвах, то есть, о тех благих существах, которые могут достичь блаженства нерволены, но вырваться из круга перевоплощений, которое означает постоянное страдание, поскольку по буддийскому учению кем бы ты ни был, ты всегда будешь несчастен, поскольку у тебя всегда будут желания, которые ты никогда не сможешь до конца удовлетворить. Грубо говоря, как в сказке о рыбаке золотой рыбке, что старуха хотела все больше и больше и больше и больше. Поэтому даже если ты станешь верховным богом, все равно тебе будет чего-то хотеться, чего у тебя нет, и ты будешь страдать. Поэтому надо вырваться по буддийским представлениям вот из этого сансары так называемая, как монголы, колесо сансары, колесо перевоплощений и уйти в блаженное небытие, угаснуть, нирвана, прекратить желать, зло желание. Но Мани, как мы знаем, несколько изменил это представление, у него награда за добродетельное поведение это выделение и уход в царство света. В принципе, это можно сравнить с уходом в нирвану, в буддизм. Но как в буддизме существуют добродетельные существа, которые из сострадания к еще не знающим истины страдающим людям перевоплощаются, добровольно отказываются от ухода в небытие в нирвену, чтобы своим примером, поучениями спасать и другие человеческие существа, выводить их из этого порочного круга перевоплощения. Так и Мани, соответственно, учил, что он будет выводить своих адептов, перевоплощаясь каждый раз в добродетельные существа на путь истины и выводить их из этого материального мира. Поэтому он утверждал, что он в свое время был Иисусом Христом, а до этого он был Буддой. Он знал все эти учения. Он им культ Митры знал, соответственно, от всего взял понемножку. И он окончил свою зафиксированную земную жизнь тоже нехорошо, потому что недовольные тем, что он отваживает людей от поклонения традиционному храму огня в Зарослийском, Мобеде, царя иранского убедили Мани казнить. Он был распят и повешен на вратах Кизбона или Ктасифона столицы иранской. С него содрали кожу. Но учение его распространилось, в том числе и перешло в Римскую империю, где тоже была масса недовольных положением дел и уверенных, что добрый бог не мог сотворить такой дурной мир, где царит несправедливость и несовершенство. И что вот этот вот Демиург, вот это низшее божество, Маньхеи его называли Саклас или Князь Тьмы. При этом надо учитывать, что Манихейство распространилось от Китая, до границ Центральной Азии, уйгуртское государство, например, в свое время, оно приняло при одном хане, Беллахакана его звали, приняло Манихейство в качестве государственной веры, это редчайший случай был. Но в Китае они, Манихейские общины, подделывавшиеся под буддийские, да, разрешалось, между прочим, принимать для вида обличия исповедников других религий, чтобы избегать преследования, а самим втайне проповедовать свое учение и практиковать их. Значит, римские императоры боролись с этим, так и в Римской империи, на Фетеринской империи манихеи мимикрировали под христиан, под христиан, и даже их иногда считают христианской ересью, хотя, в принципе, у них очень мало общего с христианской верой, надо сказать, например, соестественного, раз материя это зло, то никакой Сын Божий не мог воплотиться по манихейскому учению в греховную плоть, да, то есть никакая, так сказать, божественная не могла совершить непорочное зачатие с непорочной девой, поскольку человек порочен в телесном виде по определению, а Иисус это было только вот божественное слово посланное, как ангел бестелесный на землю, чтобы своим, естественно, он не страдал, естественно, он не искуплял своей кровью своей жертвой человеческие грехи, потому что человек должен думать только о том, как бы своей праведной жизнью выделить искру Божию из себя и воссоединиться с Царством Света. Поэтому нельзя кушать мясо, нельзя пить вино, то есть все то, что, так сказать, усугубляет, и, так сказать, надо избегать плотских сношений, потому что они репродуцируют страдания, потому что рождаются от греховного по определению человека, мужчина и греховный по определению женщины, плоть и плоть греховная, рождается третья плоть, такая же греховная, также обреченная страдать и мучиться. Поэтому надо никаких сношений, грубо говоря. И, естественно, еще и по этой причине правда, надо сказать, что существовала определенная градация, были так называемые. И выражать о манихействе как таковом мы знаем довольно мало, потому что в основном сведения, хотя сохранились манихейские свитки в разных частях, вплоть до Китая, но обрывки, точнее говоря, в основном мы знаем от их критиков, от критиков манихеев, а те, естественно, старались их очернить, насколько можно. христианские или иранские или мусульманские или критики старались приписать им все, что можно плохого. И надо сказать, что многое мы знаем по переложению. Но известно, что одним из видов этого манихейства на территории или, точнее говоря, и дуалистической ереси, учившей о том, что мир плотский греховен, существует царство света, высший бог никакого отношения к этому плотскому миру зла не имеет, который был сотворен, грубо говоря, дьяволом, если использовать христианский термин для простоты. Поэтому надо из него всеми силами вырваться, ни в коем случае стараться в нем не жить. Ни одно государство централизованное, естественно, не могло смириться с распространением подобного антисоциального с современной точки зрения учения среди своих подменных. Поэтому манихеев с завидным постоянством преследовали и иранские шахи, и китайские императоры, там они в Китае мимикрировали под даосов манихеев, найдены несколько в даосских канонах чисто манихейских заимствований. Их преследовали и языческие римские императоры, Диоклетиан, например, который, правда, их не отличал особенно от христиан, но, тем не менее, гнал как еретическую секту. Их преследовали тем более христианские императоры. У Истиниана, знаменитого восточно-римского императора VI века, очень много законов конкретно направленных против манихеев. Слово было как ругательство. Когда было восстание ников в Константинополе в первой половине VI века, когда константинопольские народные массы в цирке восстали, возмутились против императора, он через своих глашатых обращал на них гневные свои угрозы, в частности говорил, молчите, кустами лошадок, проклятые иудеи, самаряне, манихеи. То есть это было ругательство в то время, так сказать, в кустах священного императора совсем не политкорректно по современным временам. Но, тем не менее, из песни слова не выкинешь. Они перешли на территорию Армении, и там зародилась такая, тоже манихейская, дуалистическая, ересь павликиан. С теми же самыми постулатами Византийская империя восточно-римская со временем завоевала эту часть Армении и борясь с павликианами поселила их на Балканы, по Фракию переселила. Там они стали проповедовать среди местного иллирийского и славянского населения. Потом сложилось болгарское государство, они распространились и на Болгарию. Свитки учений Мании и его ученика Сиса и других распространялись и в Болгарии. Там их называли богомилы, потому что наиболее рьяным проповедником вот этой дуалистической ереси манихейской и павликианской был некий поп Растрига, то есть бывший христианский священнослужитель по прозвищу Богомил. Неизвестно это его имя, но вряд ли имя, потому что это явно христианское имя. Вот, может, он хотел показать, что он мил истинному Богу. Их и там преследовали, и в Сербии, но со временем по ходу крестовых походов, потому что крестовые походы в конце 11 века шли через территорию Византии и, соответственно, через территорию Болгарии, через территорию Сербии. Крестоносцы там набрались этого манихейского богомильского духа. И известно, например, что какие-то богомильские учителя манихейские ездили на территории Южной Франции в Лангедок, откуда из Прованса очень активно тулузские графы участвовали в крестовых походах, и даже какой-то богомильский папа туда приезжал по имени Никита. Даже их называли французские критики, католики бугр, то есть это искаженное слово болгарин. Надо сказать, что Южная Франция находилась в оппозиции к Северной Франции с центром королевской власти в Париже, которая пыталась этих южно-французских богатых феодалов и южно-французских города себе подчинить. Те сопротивлялись. Их пытались подчинить как мечом, так и железным, так и мечом духовным, то есть проповедью. Но католическая церковь к тому времени, римская католическая церковь, не пользовалась большой популярностью вообще. Как это ни странно, с одной стороны, крестоносный энтузиазм гнал десятки тысяч западных христиан на восток за освобождение гроба Господня. С другой стороны, это не мешало им закрывать глаза на пороки клириков католической церкви. Например, на жизнь их отнюдь не в соответствии с тем, что они проповедуют Самвона. И случайно к тому времени восходит известный средневековый анекдот о том, что какой-то священник Самвона проповедовал против пьянства, против греха пьянства. А потом был встречен пьяным, возвращаясь к крестин, где он наугощался сверх меры. И когда крестьяне его спросили, что ж ты, святой отец, учил нас вчера еще Самвона, что пьянство грех, а сейчас вот в таком виде. А он сказал, а вы не смотрите на меня, грешного человека, вы слушайте Слово Божье, которое я произношу Самвона. То есть ясно совершенно, что это критическая вот такие анекдоты, их очень много в таком духе, выражает достаточно критическое трезвое отношение масс рядовых верующих к ЛИО. Пытались иерархи католические проводить меры по борьбе с этими безобразиями КЛИО. Кстати, это еще не самое было страшное, пьянство, блуд, но и, например, продажа практиковалась священных должностей, священских должностей, приходов за деньги, так называемая симония. Или, например, практиковалось назначение епископами человека, который еще был мирянином утром, в полдень его посвятили в священники, потом к вечеру его сделали, он принял монашеский постриг, или сперва принял монашеский, короче, в любом случае к вечеру он же посвящали его в епископы, соответственно, из политических соображений и за деньги, и это, конечно, вызывало большое недовольство и критику. А тут появились катары чистые, которые проповедовали жизнь целомудренную, говорили, что церковь это такая же служанка дьявола, как и короли и князья, и поэтому они ничего общего с Богом не имеют, с истинным пребывающим в империи в царстве света. Это служи дьявола, которые обречены биене огня и вечному огню. Не надо их слушать, а лучше всего дальше делался вывод не жить, то есть покончить с собой идеально, но не просто так взять и повесить, как иуда, а пройдя определенные церемониалы, там было так называемое утешение консуломентум, после которого катарский так называемый совершенный, они делили всех верующих, понятно было, что если все прекратят разом работать, соответственно, ни на себя, ни на государство, ни на своего сеньора, прекратят размножаться, прекратят пахать и сеять, то все помрут. Поэтому, снисходя к слабостям грешной своей паствы, они делили ее на верхушку избранных, так называемых перфектов совершенных, которые вот жили в таких строгих аскетических правилах, борясь со слугами дьявола, духовным оружием. Кстати, аскетический, кстати, слово, мы сказали, аскеза, аскеза, вообще греческое слово, буквально означает воинское упражнение, военное упражнение. Это лишний раз нас отсылает к представлениям о родстве монахов, священнослужителей, как тех, кто борется духовным мечом с невидимыми бесами, демонами, и воинов светских, мирских, которые железным мечом борются с видимыми бесами, врагами истинной веры, о чем мы говорили в одной из предыдущих наших передач. Так вот, вот эти перфекты, они живут, естественно, по вот этим строгим аскетическим правилам, дают утешение основной массе, которые называются верные. Эти верные должны были, так сказать, стараться не грешить, но, в общем, им позволялось грубо говоря, не есть мясо, не пить молока, вот такие вещи, не пить вина, но, тем не менее, так сказать, им позволялось при желании по слабости плоти размножаться, к примеру. И, так сказать, таким образом возникла даже же не ересь, а, по сути дела, самостоятельная религия. По всем статьям, фактически, противостоявшая христианской вере, особенно в ее католическом варианте, но и в православном территории Бизантии, Болгарии и так далее. Потому что, если христианство учило, что церковь, священничество, священство, клир, обязательно необходимо человеку для спасения, потому что мимо церкви, в обход церкви, не соблюдая церковные предписания, не совершая таинства, не причащаясь, невозможно спастись, невозможно обрести жизнь вечную, то катары учили, что ничего этого не надо. Никакое причастие не нужно, потому что какое может быть присуществление вина в кровь Христову или хлеба в тело Христово, когда у Христа не было тела, он был чистым логосом, бесплодным ангелом из посла на землю. С ним объединиться, будучи плотским человеком, невозможно через какое причастие. А вот надо все это игнорировать и стараться выделить из себя элемент света из трубожья. Причем при том, надо сказать, что это учение нашло, как это ни странно, поддержку у графов тулузских, крупнейших феодалов Южной Франции и других знатных сеньоров, феодалов южнофранцузских, причем участвовавших поколениями в крестовых походах в Святую Землю. Это им не мешало. Почему? Потому что катары проповедовали, что церковь не нужна. В определенной мере они предусвещали будущих гуситов и хотя гуситы признавали причастие, в определенной мере я почувствовал. И, так сказать, по форме некоторые протестантские будущие ереси. Значит, эти феодалы, восприняв учение катаров, говорили, что раз церковь не нужна, она абсолютно лишняя, надо и можно у нее отобрать ее земельные владения с крестьянами и лучше раздать их рыцарям и получать с них доход. То же самое проповедовали и катары в городах, городская верхушка патрица тоже такого же мнения придерживаются. И уж тем более не нужен Папа Римский по катарскому учению, потому что если уж церковь как таковая не нужна, и Христос был, Иисус был ангелом, чистым лучом света, грубо говоря, то какой у него может быть наместник на земле Папа Римский, вице-христос, как он официально именовался, как он может отпускать грехи, тем более за деньги. Это вообще безобразие. Торговля индугенциями, продажа грехов, продажа отпущения грехов за деньги. Тем более самая крайняя форма это продажа отпущений еще несовершенных грехов, авансов, так сказать. То есть это просто плодит. Это к свое время возмутило и Мартина Лютера больше всего в его борьбе против папства отца немецкой реформации. Короче, папство увидело какая угроза. Аналогичные учения возникали и в Италии, в Айденсе. Альбигольцами называли катаров, потому что одним из их центров считается был город Альби Южной Франции. Папство сперва отправило бороться с катарами проповедников, мечом духовным обращать их на путь истинный. Прославился особенно Доминик де Гусман был такой монах испанский. Считается, что он посрамил катаров. В частности он давал им христианское священное писание и говорил ну-ка киньте его в огонь. если оно сгорит я не прав а вы правы и наоборот и якобы огонь не брал священное писание но это на катаров это не подействует Гусман в конце концов не преуспел надо сказать что в честь него был впоследствии назван орден доминиканцев которым Папство поручило осуществлять функцию инквизиции то есть розыска и гонение ересей поначалу это было направлено как раз против катаров против альбигойской ереси их название с одной стороны восходило к имени доминика доминиканца а с другой стороны они выстолковывали как домини канес то есть доминус господь господин канес пес соответственно псы господни и герб их был собачья голова с факелом пасти соответственно факел напоминающий метлу они должны просвещать свет мир светом истинной веры и в клочья рвать ее врагов мы в одной из предыдущих передач говорили что эта эмблема была во многом заимствована другим уже русским православным военным военно-духовным орденом а именно опричным орденом царя Ивана Гроза опричники тоже выгрызали у них тоже была эмблема собачья голова чтобы выгрызать юридиков и изменников из русской земли и выметать измены из русской земли это отдельная тема но один из папских посланцев был убит одним из оруженосцев графа Тулузского и тогда у папы лопнуло терпение и он объявил крестовый поход собралось большое войско под предводительством Симона де Монфора фанатичного крестоносца и началась целая серия альбегойских войн которые в общей сложности длились около 40 лет правда с перерывами многие города южной Франции были взяты опустошены существует легенда что когда был взят город Безье то стал вопрос как отличить потому что катары не навязывали всем свои веры то есть на виду с катарами проживали и христиане католики их не трогали не мешали им так сказать если добровольно хотели переходить к Казахстану то пожалуйста но не навязывали свои веры и встал вопрос как отличить среди захваченных горожан добрых христиан от еретиков катара Симон Домофор обратился с этим вопросом к папскому легату то есть посланцу папскому приданному в качестве скажем так замполита в кавычках или политрука этому крестоносному войску и тот сказал убейте всех а господь на том свете отличит своих отличит овец от козлищ правда это легенда но тем не менее она свидетельствует об ожесточенности борьбы которая велась в конце концов несколько раз графы Тулуски примирялись с французским королем и с папой потом опять вспыхивали новые восстания но в конце концов катарская ересь на территории и Южной Франции была уничтожена огнем и мечом хотя катар даже помогал соседний государь им помогал например король Арагона Педро Арагонский который со своим войском выступил против крестоносцев хотя он был христианский государь и катарство не исповедовал и погиб в бою с крестоносцем но дело в том что в данном случае Арагонским королем двигала не столько может быть симпатия к катарской ереси сколько нежелание видеть Южную Францию в которой он видел свой резервуар будущий где он обладал большим влиянием под властью шедшего с севера французского короля который наряду с благочестивыми устремлениями папства искоренения катарской ереси думал о том как прибрать к своим рукам богатую Южную Францию что он собственно говоря и осуществил и прибрал то есть несмотря на помощь Арагонского короля и сопротивление в конце концов катарство было уничтожено или по крайней мере загнано в подполье ушедшим в подполье занялись инквизиторы доминиканцы считается что последним оплотом катаров альбегойцев был священный замок или крепость Монсегюр в Пиренее на границе между Францией и Испанией там якобы находился какой-то тайный катарский храм то ли храм солнца но это тоже легенда потому что известно что солнцу как таковому катары не поклонялись понимаете вот то ли там хранился святой Грааль но это тоже очень странная легенда потому что поскольку катары не верили в то что Иисус Христос Бог Сын воплотился и соответственно что он был распят и прободен на Голговском кресте и пролил свою кровь то никакого значения для них священный Грааль то есть чаша с кровью Иисуса Христа якобы спасенный Иосифом Алимафейским там охранившись чудотворно и так далее для катаров это никакого значения как святыня иметь не могла то есть скорее всего это все-таки смешение разных традиций в частности Граалевской традиции короля Артура и здесь мы переходим к теме да а на территории Балкан это богомирство манихейство сохранялось вплоть до прихода турок в частности когда турки-османы после того как они высадились в Европе не без помощи кстати византийских императоров которые использовали турецких наемников в борьбе с сербами и болгарами своими православными соседями и когда турки например захватывали Сербию то тамошние боснийцы в значительной степени были богомилами с манихеями и они перешли на сторону турок поскольку ненавидели христианскую православную церковь преследовавшую значит и надо сказать возникает вопрос есть стойкие такие вот мифы о том что якобы орден бедных соратников Христа и храма Соломонова орден каплиеров рыцарей храма христианский орден возникший в святой земле для охраны христианских паломников то ли в 1118 то ли в 1119 то ли в 1120 году в Иерусалиме разбогатевший воевавший с мусульманами активно с сарацинами за святую землю потом вытесненный вместе с другими латинскими крестоносцами в конце 13 века сперва на остров Кипр а потом по Францию где с ним расправился французский король Филипп IV якобы они вот в эпоху бальбегойских войн то есть в конце 12 первого 13 века на территории Южной Франции имея тоже там свои владения якобы тамплиеры активно противились участию в крестовых походах против бальбегойцев это совершенно не основательно ни на чем не основано другое дело что при допросе инквизиторами французского короля арестованного руководства ордена тамплиера в частности Жофрада Шарне был прецептор Нормандии и некоторые другие орденские сановники те утверждали что якобы при посвящении от них требовали отречься от Иисуса Христа плюнуть на крест и так далее такие богохульные обряды но во первых несмотря на непризнание катарами плотскости Иисуса Христа и божественности его никаких свидетельств о том что они подобные богохульные обряды практиковали нету да и это бы не имело с их точки зрения смысла потому что они не верили в то что Христос действительно плотью пострадал на кресте вот и так далее то есть это явно притянуто за уши неудивительно что инквизиторы которые за нескольких десятков лет перед этим участвовали в разгроме катаров Южной Франции и в расследовании скрытие скрытых ушедших под поле катарских структур очень много из обвинений взяли из катарской практики и для простоты перенесли их на темплиров тем более что эти обвинения сочетались совершенно не относящимися к катарам обвинениями в дьяволопоклонстве а также в тайном исламе так сказать в поклонении так сказать богу вавилонского султана бафомета некая так сказать андрогина наполовину мужчина наполовину женщина с казиной головой и тому подобное или с кошачьей головой или бородатая голова или двуликая бородатая голова как двуликий янус так сказать одно из которых означало бога земного другое бога небесного там как говорится простите сам черт ногу сломит в этих обвинениях ясно совершенно что инквизиторы постарались набрать как можно больше всевозможной чернухи из распространенной в то время то есть создать темплиером максимальный черный пи-арт как например объявить что они продали святую землю мусульманам что они сговаривали с мусульманами под этим еще можно какое-то так сказать найти обоснование дело в том что темплиеры в отличие от крестоносцев которые регулярно пребывали в святую землю из Европы и не разбирались совершенно в каких-то сплетениях восточной политики и лезли на рожон нападали на сарацин где где только их видели невзирая ни на какие договора которые местными палестинскими крестоносными государями были заключены с соседними мусульманскими государствами соблюсти определенное военно-политическое равновесие а эти какие могут быть разговоры с неверными сеньоры шпоры в бок вперед и портили многократно ситуацию создавали конфликты и темплиеры естественно старались урезонить тем более что когда говорят что темплиеры разговорились с мусульманами надо посмотреть с какими мусульманами потому что там тоже были разные мусульмане враждебные враждующие между собой и в частности существовала такая наряду с суннитскими например такими государями как султан Дамаска как правитель Дамаска мир Дамаска или султан Сирии и Египта Сала-Адин знаменитый там или Калаун или Байбарс существовали и шиитские структуры избаэлиты и внутри избаэлитов существовал такой мусульманский орден военно-дервишеский так называемые низориты или ботиниты как их называли или хашишим их называли то есть гашишиеды потому что они от этого кстати происходит искаженное французское слово асаса и наше слово асасин стало означать убийцу на палача это тот кто потребляет гашиш по легенде один из основателей этого ордена Хасан Ибн Сабах старец горы как его называли шейх Альчбей почему потому что его резиденция находилась на горе укрепленная резиденция Аламут орденное гнездо по легенде он отбирал из необразованных сельских семей мальчиков их забирали в эти горные твердыни этих много было много этих крепостей было значит и там их в казарменных условиях почти как вот в военно-монашеских орденах крепость монастырь только скажем так измаилийский и там их обучали в духе полной слепой верности шейху и периодически по легендам это опять-таки легенды им давали галлюциногенные препараты гашишли или опийный мак или что погружающие в состояние транса то есть их целенаправленно накачивали и индоктринировали то есть воспитывали в духе слепой покорности шейху и его указания там тоже существовали степени посвящения значит самая высшая была после шейха даис там были рафики и другие значит интересно что их облачение напоминало цветовой гамме облачения темплиеров если у тех были белые облачения с красным крестом то у этих хашишимов ассасинов ботинитов у них были белые облачения с красным поясом и с красным тюрбаном и они если нужно было по указанию шейха отправлялись на ликвидацию любого неугодного ему человека как правило правителя христианского крестоносного или мусульманского который не желал платить отступные дань и убивали его почему они не боялись смерти поскольку их периодически погружали в наркотический сон несколько большей дозой наркотика и они когда приходили в себя они оказывались прямо в райских кущах как описал Мухаммед там и всевозможные реки молока вина и меда и всевозможные кушания и прелестные гурии которые их услаждали всеми силами но без какое-то время они засыпали и просыпались опять в своем горном монастыре казарме и когда шли на утренний намаз то шейх их спрашивал Ахмед где ты был три дня тот говорил что молитвами вашей милости я был а он им говорил что если вы будете меня слушаться регулярно то вас периодически еще при жизни вы удостоитесь попадания в сады джиннад посладитесь райскими наслаждениями а уж после смерти это тем более вам обеспечит и естественно такой человек который а это были скрытые горных теснинах тщательно охраняемые неусыпные безмолвные стражей с отрезанными языками укромные места позднее когда пришел в середине 13 века со своим войском в те места монгольский хан Кулагу он это дело скрыл разгромил судил тогдашних ассасинских лидеров и так сказать поясечий хан их осудил на самые жестокие казни и перебил там большое количество то есть это вскрыто было это реально не просто выдум вот как это не странно может показаться но долгое время они держали в страхе весь восток и заставляли платить себе отступные и даже запад например известно что такой же ассасин чуть не убил короля крестоносца английского Ричарда Львиное сердце это даже описано в романе Вальтера Скотта «Талисман» а когда император флирих Гогенштауф германский осаждал Милан то к нему тоже в Италии подослали ассасина надо сказать что и некоторые христианские государства тоже этих киллеров ассасинских за деньги перекупали для выполнения ликвидационных заданий даже за пределами святой земли в общем-то чисто на экономической основе то есть известный так сказать деятель крестового похода коннорд монферадского был убит тоже ассасином и очень многих мусульманских отдыха не казнили пока не пришли монголы и не прекратили эти ассасинские безобразия но избыли продолжали существовать в самых разных местах их глава Агахан вот сейчас он живет в Париже но у него один из богатейших людей масон очень высоких степеней принц Агахан а так сказать у него есть сторонники и у нас в Суджикистане и на Памире и в Пакистане и во всем исламском мире надо сказать вот то есть что я хочу сказать вот с такими скажем так неортодоксальными в кавычках мусульманами которых в общем-то и мусульмане это сами считали еретиками тамплиеры действительно налаживали связи и использовали их для борьбы скажем с ортодоксальными суннитскими султанами и эмирами считая так сказать это вполне позволительным средством и сами хашишины это активно использовали самое громкое убийство совершенное ими это было убийство визиря Суджукского султана Низам Аль-Мулька который между прочим был другом известного поэта и астронома Амара Хаяма вот который по легенде учился вместе с ним в одном медресе и третьим человеком якобы учившимся с ними с учениками сидевшим на одной циновке был Хасан Ибн Сабах будущий создатель ботинистского вот этого джамаата ну такая легенда так вот этого Низам Аль-Мулька который решил покончить с хашишинами убийцы выследили прямо так сказать во дворцовом саду и зарезали а убийцу разорвали на куски и непонятно так сказать специально ли стражники подкупленные разорвали убийцу чтобы невозможно было допросить его с пристрастием или они так сказать в порыве гнева не смогли сдержаться так вот подобные обвинения инквизиторы доминиканцы против тамплиеров взвалили обвинив их бог весь в чем и поскольку признания во всех этих преступлениях выбивались с применением мер физического воздействия да то есть как говорил в свое время знаменитый прокурор сталинский Андрей Януаревич Пышинский как его называли еще Андрей Ягуаревич что признание обвиняя его царица доказательств а те которые потом узнав что их не выпустят на свободу а до конца дней своих заточат в подземелье тамплиерские руководители взяли свои слова назад в том числе и сам великий магистр ордена Жак Демоле и этот же Фруа де Шерне и прочее их обвинили повторно впавшими в ересь рецидивистами и сожгли уже без всякой жалости и без пощады то есть это я к тому что никаких доказательств того что тамплиеры имели какие-то связи с катарами не существует кроме того момента что некоторых катаров отрекшихся от катарской ереси и возвратившихся в лоно католической церкви принимали в орден тамплиеров но существует такая легенда что якобы тамплиеры имели привилегию от папы римского принимать свои ряды с целью исправления даже лиц отлученных от церкви но это в уставе нигде не зафиксировано то есть это видимо очередная форма черного тамплиерского пиара да хоть и говорят что черный пиар это тоже пиар но тамплиерам это не помогло вот вкратце история катаров и альбегойцев есть ли у вас вопросы ну на самом деле вопросов там много у нас другую сейчас времени нет давайте мы эту эту беседу продолжим вопрос самый главный который я думаю мы в следующем с вами эфире осветим где же все-таки святой горе священный грааль но это никакого отношения к катарам не имеет поверьте мне нет я уже понял мы вы про это сказали сегодня да а вот это вот подвиженном состоянии висит вся эта история но это отдельная тема будем говорить о священном граале в жизни поговорить тема очень благодарная тоже овеянная масса и легенд поле вы ее затронули и говорите что идут спекуляции по того что якобы он был у катара они его спрятали потом кому-то передали давайте развеем вот эти все мифы постараемся постараемся развеять а так вам невозможно заставить человека не верить в то во что ему хочется верить а так спасибо огромное я рад был оказаться очень информативно очень интересно спасибо большое всего вам доброго вам спасибо будьте здоровы до свидания спасибо Продолжение следует...